Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол Это Жизнь. И мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. Сегодня у нас самое важное, что мне кажется, будет в этой карьере. Понятно уже, что Ювентус главный претендент на чемпионат Италии, на Кубок Испании. Но вот Лигу Чемпионов, тем более с таким составом, нам нужно выигрывать. И мы будем бороться за каждое очко в группе. Тем более в такой группе мы обязаны выходить с первой строчки. Я хочу поставить себе такую мини-задачу, выиграть все шесть матчей из шести. Мне кажется, это будет замечательно. Ну что же, давайте, во-первых, дадим теперь уже капитанскую повязку Келлини. Потому что он так как-то посимпатичнее будет, не убинать. И Келлини действительно заслуживает. И вот таким составом мы, боевым первым нашим составом, мы идем на матч против Базеля. Который пройдет на Ювентус Стадиум. Поехали. Итак, матч Лиги Чемпионов. Первый тур Ювентус-Базель. Главная команда Италии против главной команды Швейцарии. Итак, Роналду в центре поля. Поехали. У-у-у-у, Роналду. Как же сейчас-то можно было так промахнуться после такого великолепного финта. И все-таки мы пропускаем. Хоть Алисон и затащил, но все-таки на добивании никого и не было. Забивает нам Вольс Уинкел. И очень обидно. Есть еще 30 минут до конца. Нужно нам отыгрываться и выходить вперед. Это обязательно. Ой-ой-ой-ой-ой, гол. Все. Я вообще не понимаю, почему Роналду не добивал. Вот видите, он что-то здесь делал. Но гол забивает, я так понимаю, кто. Роналду. Все, мы сравняли сразу практически. И это отлично. И шикарно. Все. Ювентус выходит вперед. Дубль Криштиану Роналду в первом же матче Лиги Чемпионов за Ювентус. Но там, мы как помним, Неймар забил три мяча в первом же матче против Рома. Так что есть куда стремиться сейчас Криштиану Роналду. И это пенальти, друзья. Пенальти. Рукой, я так понимаю, задел игрок Базеля мяч. Сейчас мы посмотрим. Да. Так что сейчас есть шанс у Криштиана Роналду. Ответственно. К хэд-трику сейчас подходит Криштиану Роналду. Ой-ой-ой. Тащит Васлик. И все, друзья. Первая победа в Лиге Чемпионов. Не такую, конечно, я ожидал, что проигрывали. Роналду должен был забивать еще и плюсы пенальти. Но все-таки матч был шикарным, мне кажется. 9-2 оценка у Криштиана Роналда. Хофенхайм обыгрывает дома Порта 1-0. Последняя игра благодарит нас Криштиану Роналду. Да, не за что. Итак, в чемпионате мы единственная команда, которая выиграла стартовые три игры. И теперь у нас матч против итальянской Барселоны. Это Сосуолу. И там вакансии по работе со сборными. Швейцария и Австралия за нами наблюдают. Рейтинг у нас уже 89. И теперь у меня будет играть именно вот этот состав. Но давайте я и здесь поменяю капитанскую повязку. Мне кажется, Маркизю будет замечательно с этой повязкой. Итак, Сосуолу идет на четвертой строчке. У них 7 очков. То есть это практически наши преследователи. И теперь надо их обыгрывать, чтобы они нас не догоняли. Итак, матч Сосуолу-Ювентус. Чемпионат Италии. Четвертый тур. Итак, Дэнни Уэлбек перешел в Сосуолу. Не знаю, или в аренду, или его все-таки купили. У лондонского арсенала. Но сегодня он будет играть против нас. А ведь раньше я Дэнни Уэлбека тренировал, как тренер футбольного клуба Краснодар. Дашильо. И удар Манджукича и гол. Все. 33-я минута. Марио Манджукич выводит вперед снова Ювентус. Шикарный гол Хорвата. Приносит нам пока что на данный момент 3 очка. Но есть еще очень много времени. Около часа игры. Шикарно здесь Манджукича развел. Вот так вот под правую ногу, чтобы убить в правую. Но решил пробить в левый. Защитник так и думал, что полетит мяч в правую. Ну что же. Шикарно все. И пропускаем мы. Берарди забивает. Шикарный на него сквозной пас вышел. Сейчас, естественно, недоволен. И первый гол Доминика Берарди в чемпионате Италии. И Марио Манджукич. Дубль. Гол головой. Учится он. Учится у Криштиана Роналда. И отлично. Такая связка, как Манджукич и Роналду. На угловом это просто было бы что-то невероятное. И забил Марио Манджукич уже четвертый гол в чемпионате. Все, друзья. Гостевая победа. 2-1 Марио Манджукич забивает дубль. Все шикарно, мне кажется. 9,6 у него оценка. Так, нам приходят два сообщения. Пресс-конференция и отличная работа. Мы получили уже 200 миллионов за продаж футболок. И это за буквально месяц работы. Сейчас мы даже посмотрим. В финансы зайдем. Так, сделки. Да, вот сделки. Какие у нас вообще самые популярные проданные футболки? Сейчас мы увидим их. Так, трансферы игрока, абонементы, билеты, стоимость выезда. Все такое. Вот, Роналдо, Дебало и Бэйл. Вот, уже сразу там за еженедельные 9 миллионов мы получили. Потом опять Роналдо, Дебало и Бэйл. Так, Роналдо, Дебало и Бэйл. Вот они, самые популярные у нас игроки, которых именно покупают, именно их именные футболки. Так, и чемпионат выиграть. Проведем тренировочку. Зинченко должен 71-м сегодня стать. Но, пока что не становится, к сожалению. Так, там закончился. Демир Набиуллин. 3,700, 17, 29. Ну, я почти такую же ему зарплату уже предложил. Почему оскорбительная-то она была. Итак, давайте на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Ювентус пока что идет на первой строчке. 4 из 4-х матча выиграли. Лучший нападающий, бомбардир, это Челхану Глу. 5 мячей уже. Но у Перишича и Манджукича, у двух хорватов, по 4. В следующем выпуске у нас будет игра Фиорентино и Торино. Первые такие серьезные для нас соперники насчет Фиорентино, это точно. Ну, а потом уже снова пойдет Лига Чемпионов. Ну, что ж, друзья, с вами был Андрей Хориев, канал Футбол, это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok